Всем привет, мои жапкинсы! Устраивайтесь поудобнее. Для меня было удивлением, когда я загрузил игру, а тут бац и сражение. Я успел предзаписать предыдущие серии, прошло какое-то время, и вот я сел за новую. И уже из-за того, что записывал другие прохождения других игр, подзабыл, что же здесь должно происходить. Вообще это приятно, когда загружаешь игру, а тут раз и такой сюрприз. Я ждал сражения на переправе. Кстати, сможем испытать, насколько это будет вообще возможно, удерживать армии и стерлингов на переправе. Если вдруг с этим будут проблемы, а с этим могут быть проблемы, потому что у врага все-таки есть уже и зубы дракона. Этих ребят тяжело будет расстрелять. Тут у них и мечники кланов. Атака аж 22, защита 18. Слушайте, это вообще неприятный момент. А что ж такая кошмарная атака-то? Ого, алибордисты кланов, атака 17. Натиск 7. Дальний бой 7. Даже кошмар. Натиск 16. Общая защита 20. Бяда, друзья. Бяда. Натиск 21. Защита 31. Я уже и забыл, что и стерлинги такие кошмарные. У нас ближний бой 19, конечно, тоже. Ну, пошли в сражение. Было бы хорошо, чтобы разработчики в играх внедрили такую фишку, что каждый раз, когда вы загружаете сохраненку, вас ждет какой-то сюрприз. Там минимальная пасхалка какая-то или что-то еще. Или может быть особое приветствие. Ну, что-то, чтобы придавало некой интриги. То есть, вы сохраняетесь, отходите от игры, да, и вы знаете, что в следующий раз, когда вы вернетесь к ней, то вас ждет сюрприз. Хотя, конечно, как это все организовать, я не в курсе. Так, нам нужно правильно расставиться на переправе. Это половина победы. У нас есть два отряда полководцев. Значит, два ряда кольев у нас будут. Хорошие колья или нехорошие? А ну, признавайся, я бы даже подальше чуть выставил. О, вот это вот уже колья получше. И вот сюда. Нет, 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 нет. Там уж какая-то дырка намечается. Вот, вот так вот. Такие вот колья сделать, чтобы точно не прошли. Ага. Так, вопрос на засыпку. Выставлять третий ряд или нет? Есть такая фишка, что я могу поставить третий ряд вот здесь, к примеру. То есть, кавалерия обычно прорывается через первые два ряда и прорывается, в общем-то, с потерями, но прорывается. А если я выставлю еще третий ряд тут, то они точно об эти колья могут убиться. Конечно, смотря в какую сторону они пойдут. То есть, два ряда, два ряда кольев надежнее. Ну, давайте попробуем поставить так. Можно было бы поставить колья где-то, где придет враг. Я точно, кстати, не знаю, откуда враг придет вторыми своими отрядами. Так, ну, первое и важное, нам нужно наших лучников расставить. Стойте, господа, здесь. И хороших лучников расставить. Давайте, господа, вы будете стоять здесь. Вы сможете нормально стрелять отсюда? Нет, не смогут. Вот как так? Вот были бы здесь холмы, было бы нам куда приятнее воевать. Скаденышами. Ладно, давайте будете здесь стоять. Вот этих, вот этих, вот этих, вот этих. Вот этих можно чуть подальше поставить. Или все-таки, чтобы раньше начали обстрел. Наверное, мы их поставим сюда, а потом заведем вот так вот. Вопрос о роли, о роли наших воинов. Так, так как у этих парней самая большая защита, это 15, по сравнению с теми же самыми топорщиками, которых защиты нету, то они, значит, простоят у нас дольше всего. Их нужно оставить тут. Но, наверное, тех, у кого и больше мораль при этом. Оставлять здесь копейщиков. Да, наверное, оба отряда оставим здесь. А вот Арагорну с двумя отрядами топорщиков будет спецзадание. Город у нас в стороне. И вроде, по логике, они должны прийти откуда-то отсюда. Если мы поставим, к примеру, два отряда топорщиков и Арагорна, то сможем обстрелять. Ладно, давайте испытаем судьбу. И попробуем это сделать. Так, да, слушайте, так и есть. Обстреливать Арагорном я не буду. Я буду просто с натиска разбивать тех, кто будет заходить. Давай, дружище. Помним, мечники кланов очень серьезные. Зажимаем альт, кстати, бьем. Давай, давай, дружище. Все у тебя получится. Все у тебя получится. Мечники кланов нас останавливают. Нет, теперь надо в сторону. В сторону, в сторону, в сторону. Сейчас наши топорщики будут тут разбивать катафрактариев. Бьем по мечникам кланов. В сторону, в сторону, в сторону. Топорщики зажуют. Давай, 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 дружище. Отступить. Если правильно закрыть кавалерию врага, то топорщики ее зажуют. Так, но я не могу себе позволить, в общем-то, сосредотачиваться много здесь, потому что у меня там орды шакалов идут. Выводим наших ребят. И надо сделать так, чтобы вот эти вот ребята, кстати, наверное, так. По зубам дракона давайте. Бейте. А вы отходите в сторону. Плюс тут я хотел моих сюда развести. Не люблю сражаться на две стороны, когда внимание требуется и там, и там. Давай, давай, давай. Только убей полководца, и счастье будет за нами. Топорщики должны эту броню хорошо расфигачить. Так, мечников 18, то есть еще один заход. А потом Арагорн поможет с убиением катафрактариев. Давай, возвращайся, дружище. Так, и расстреливаем, расстреливаем всех, кого можем. А этих отведу подальше, на всякий случай. Так, 61, 60, но наши вроде держат. 6 всадников, да, давайте их мочить. Арагорн, помогай. Этих подведем поближе. А то эта толпень будет прорываться. И будем по чуть-чуть отводить наших, тех, кого ни в коем случае нельзя потерять. Отводить будем дальше. Тех, кого мы еще можем потерять. Так, стойте здесь, возле Коли, чтобы кавалерия точно погибла. Давай, дружище. Что у нас тут? Пятеро. И убегают. Догнать. И добить. Разбили мы группировочку здесь. О, ребята, что вам посоветовать. Пехотку надо остановить. Зубастых дракончиков, всякого такого. Что у нас? 27 на 20. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в основном, конечно, вот тут вот основные потери идут. Давай сюда. И топорщиков будем подводить. Если это логово прорвется, то топорщиками будем с натиском. В сторону, быстро. Я тоже не хочу своих вот этих потерять, ребят. Охотники и стерлинги. Так, как у нас тут дела? Катафрактаре вдвое осталось. Я надеюсь, Арагорн, что ты сделаешь дело правильно. Ага, топорщики. Мы же можем их с натиском врезать в армии противника. Давайте, не стойте здесь, стреляйте. Вон там вам нас лучников тут поедают, стрелоки. Значит, лучников надо отводить вот сюда. Помним, мы с натиском отходим и опять с натиском. Можно даже в тыл попробовать ударить. В общем, тут надо как-то извращаться. Да что ж там с ним не так-то? Убейте его. Арагорн. Потери нам восстановят. Арагорн специально прокачан, заточен на это. Кавалерия пошла. Сейчас посмотрим, какой будет результат. Должны гибнуть. Гибнуть, если не на первом ряду, то на втором. Есть, все, убили. Но, правда, конечно, нам от смерти этого полководца ничего. Как минимум. Давай, давай, давай. Что же за живучесть? Главное не пропустить кавалерию. Если пропустим кавалерию, вот это будет очень неправильно. Сколько у нас там? 31 на 67. Большую долю врага мы разбили. Так, Арагорн. Теперь дело твое. В атаку. Да, 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 да. А, слушайте, это же мы со спины ударим. Как удачно. Сейчас умрет вражеский полководец. Вообще будет хорошо. И он таки погибает. Верно? Или это наш? Да, вражеский полководец погибает. Правильно мы рассчитали с двумя рядами. Жалко, конечно, наших вот этих вот лучников. Нужно отводить, а то сейчас по нам. Что там Арагорн с кем сражаешься? Ну, и стерлингов будет, станет, точнее, немного меньше. Но без подкреплений, боюсь, на этой переправе мы особо ничего не словим. Очень хорошо, что наши пришли, ударили в тыл стерлингов-охотников, ударили. Сейчас еще вот тут вот мечников клана разобьем. Правда, мы потеряли, заметьте, мы потеряли наших копейщиков. А тут осталось, остались зубастые драконы. Правда, они сейчас получат удар в спину. Давай, Арагорн, подходи. С кем ты там бьешься? Че-то они там орут, но сражение на переправе знатнейшее просто. Рубите, рубите их. Минус один стек руна, это шикарно. Дейл может возрадоваться. Хотя Дейлу вообще, нашим союзничкам, которые за наш счет уже прокатывают нереально сколько, если они попробуют только ударить нас в спину, только попробуют. Здесь будет обратная ситуация той, которая в Европе универсалис, где мы пользовались союзниками, играя за Запорожье. А потом их, так сказать, поедали. А тут будет обратная ситуация. Тут союзники нами пользуются. Нам только попробуют, пусть ударят нас. Так, шестеро. Ух, и не бегут. Моралька у них просто адовая. Давайте их добьем. Все, хватит стрелять. Хватит стрелять. Хватит стрелять. Арагор, даже ты не стреляй. Честное слово, 47% мы потеряли. Половину армии. Да чё ж такое-то с ними? Чё наши стреляют? Наши все еще стреляют. На помощь. Добить. Не стрелять, я сказал. Не стрелять. Не стрелять. А, кстати, не использовали особую способность. Но у наших никто и не бежал. Да, это победа. Замечательно. Завершить битву. 438 воинов мы потеряли. Сейчас посмотрим. Ну, правда, 1042 врага убили. При том, что нас зажимали с двух сторон. Просмотр статистики битвы. Арагорн. Что это такое? Восполнено 7. 3. 41. 17. Так, сколько мы? 10. 11. 13 воинов. Раненых вылечил Арагорн. 144. 50. 60. 70. 80. 90. Ага, то есть где-то в районе соточки. 1 четвертую мы себе восполнили. Ну, молодцы, ребята. Что ж, хорошо постарались. 1 четвертая. С одной стороны, это немного, да? Ну, что там подумаешь, 1 четвертая. А с другой стороны... Блин, ну это целая сотня. Плюс мы захватили город. Пленники, казнить, отпустить, да казнить их всех. Я хочу город себе. Главное, чтобы сейчас... О, вот как вы хотите. Но им-то тут близко к нам. Нет, 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 нет. Смотрите, как сразу ощетинились, подгоняют войска. Ограбить, конечно. Правда, то, что мы сели в город... Вообще плохо. Бург Эрмана Рикис. Торговая гильдя. Уж извини, Бург. Но торговую гильдию я в тебе не поставлю. Мало того, что ты всего 974 дохода приносишь, но и потерять тебя я могу. Хотя... Хотя давайте поставим. Если что, мы разрушим 600 от объема назад. Просвещеннейшая держава. Форт Светлый. Супер. 21 тысяча. Супер. Строительство. Переобучение. Давайте посмотрим. У нас остались наши воины. Нам, в общем-то, стоит стоять на переправе. Другого смысла нет. Если в Бург Эрмана Рикисе кого и оставлять... А кого мы тут оставим? Беда, бедой. Ну, давайте попробуем так сделать. И сразу наметился кандидат на охрану. Вот этот вот. На переправу. Бург Эрмана Рикис. О, 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 о. Смотрите, какое зло. Дейл. Сражайся так, как до тебя не сражался никто. Я надеюсь, вы разбиваете армии. И стерлингов. Нет, и стерлинги все в мою сторону. Что же я наделал? Вот как придут эти ребята. Они же мне тут меня в капусту покрошат. Так, ну нам надо идти туда. Как бы я не хотел. Давайте посмотрим, сколько их здесь. Сегодня собралось возле Матора Мастек. Келепар, правда, оставили. Два отряда здесь. Разведданные получаем. Вау, нас же могут спокойненько обойти. Я думал, я тут на переправе все затащу. А переправа на самом деле фальшь. У меня аж возникает такой вопрос. Может, они нас и обошли. Решили с нами не сражаться. Уже готовят нападение на Роман. Ладно. Жалко, конечно, узнать, что переправа фальшь. Очень жалко. По сути, нам надо отправлять подкрепление. 8, 8, 3, 2. Но... Кого? Стрелков? Мы типа могли бы попробовать. Ну что, и попытка, не пытка. Есть вопрос в том, довезем мы их или нет. Мы их можем высадить, только фиг знает, где-то вот здесь. Рун может, конечно, их и не тронуть. Если мы их высадим на стороне гномов. А потом вторым ходом. Давайте максимально близко подведем. Вот так, чтобы и нам еще успеть дунуть отсюда куда-то. Не успеваем. Плывем назад и будем надеяться, что все будет в порядке. 4 отряда нам тут помогут. 4 отряда. Можно и пехом отправить своих. Давайте топорщики. Вы моя надежда. Арагорн, тут есть какие-то наемники? Нету. К сожалению. Не воспользовался я возможностью с наемниками поработать. Ну, нападения совершать на этих мы тоже не можем. Пока что эта армия не опасна. Тут нету такой серьезной кавалерии. А с мечниками мы разберемся. Но если они вдруг соединятся... О! Вот уже поопаснее, ребята. Это может дойти, но ударить не сможет, вроде бы. То есть, как минимум, еще один ход у нас в запасе будет. Я не посмотрел, что тут. Ой, баллисты! Ого! Дейл, я просто сейчас должен вопить о том, чтобы союзники, откликнитесь, вы должны мне помочь. Видите, рун полностью все свои войска отводит. Хорошо, мы два стека уже из терлингов перемололи. Вот вам, кстати, и начинается эпопея сражения Арагорна. А то мне было обидно, что сказали, что он тут даже не главную скрипку играет. Сейчас он будет все играть. Так, да, переобучение. Ну, конечно же. Вот этих вот переобучим. А дальше будем все остальное. Строительство. Чем мы будем строить? Сколько у нас тут? 28 процентов. 15-25 ополчения с мечами. 7 ходов, 6 ходов. Ну, конечно же, стрелки. Стрелки нам интересны больше. Торренбург у нас потерпел. Изрядно потрепался. Оу, замечательно. Куда-то уже разослали свои силы. Сейчас будем проверять, куда. Так. Стычка состоялась. Два тролля. 28 этих ребят. Таки состоялась стычка. И эльфов отогнали. В сторону Ост Ингиля. Это та ситуация, которую нужно ловить. Да? Или подождать, пока они осадят. А мы как раз подойдем. А то сейчас они могут вернуться. Ну, мы можем, типа, придвинуться. Типа, такие мы тут ни при чем. А что, это из-за баллист такая ситуация фиговая? А так-то мы можем уже брать в осаду. Если баллисты уберем из армии. Тогда надо брать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать отрядов есть в самом Долгулдуре. То есть, им дадут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть отрядов еще гарнизонного скрипта. И это будут Алакхай и разная такая нечистота. Сможем ли мы в случае вылазки с ними справиться? Так, помним, что для Долгулдура нам не нужны лестницы. Мы можем так. Тараны могут задержать, да? Тараны могут задержать. Мы можем тараны взять. Они могут немножко задержать врага. Кто у них? Один отряд Алакхай. Раз, два, три, четыре, пять отрядов уруков. Шесть, семь. Семь отрядов уруков. Или им дали просто отряды уруков. Лучников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Угу. Уруки это плохо? Но я надеюсь, что... Хотя у нас кавалерия, что мне, в принципе, переживать? Так. Да, неужели отношения ухудшились? Сюда ставить нельзя, а то могут ударить сразу. Если куда и можно ставить, то куда-то сюда. Один отряд. Сюда второй отряд. И надеяться на милость богов, что нас возьмут в долю. И мы эту пуповину зла наконец-то уничтожим. Это рисковый шаг, друзья. Рисковый. Я бы мог дать себе больше времени. Хотя, в принципе, чтобы это мне дало. Идея была такая. Эти ребята осаждают Остен Гиль. Мы подводим поближе свои войска и окружаем Долгулдур. Так, чтобы все четыре армии были в соприкосновении. Потому что сейчас непонятно, придут к нам на помощь или не придут. Те два стека. И тогда все будет точно. Как говорится, ударим по врагу наверняка. А сейчас вот такая вот непонятная ситуация. Нужны ли нам будут еще здесь дополнительные войска? Стоит ли их нанимать? Сколько мы 41 тысячу тратим на армии? Плюс тут еще возле Торренбурга топчутся. Скоро будут рядом большие. Мордорские силы. Вот вам еще одна большая мордорская сила. Подступила к Кири Тунгалу. И нам, чтобы Кири Тунгал защитить, нужно войском их снабдить. Да, так что ли? Тут у нас у руки стрелки. Четыре отрядика. Гуд. Вас отведем сюда. Вместо вас возьмем лучше ребят, которые хорошо справятся. Эх. 60. Не могу я строить. Надо ждать. Ну, давайте конюшни построим. Окей. Вот такое вот перемещение сделал. Такие два отряда придется отправить в Миноситель. А то порядки. У меня тут с порядками проблема. Вопрос. Гондор справится? Или не справится с этим всем делом? Стоит мне сейчас сюда армию везти? Или не стоит? Так, я хотел усесться. Нет, сначала я хочу получить разведданные, где силы. А Гондор справляется. Он осаждает. Молодец. У него тут армии. Я надеюсь, как минимум не проиграет. То есть мы можем встать сейчас спокойно на вот эту вот переправку. Или даже осадить Гобел Анкалимон. Или не можем осадить. Сначала, наверное, на переправу становимся. И собираем всех своих. Гондор, помогай мне. Ну, помоги же ты мне. Не видишь, ситуация вообще хреновая. Только не сметь осаждать. Так, если тут они заберут форт, это мне будет на руку. Потому что Гондор прорвется дальше. Тут я свои войска собрал. Я бы даже мог бы... ...осадить. Но есть большая вероятность, что тут будет гарнизонный скрипт. И вместе, насобирав кучу войск, они меня... ...хорошенько... ...ударят. ...поэтому пока нет. Так, нанимаем все, что можем. Тут ждем найма. Войска у нас тут будут расти. И мы можем брать Ватавию. Еще сильнее отвлекая войска Харада. Мне там говорят, что типа давай поговори с Изенгардом... ...о... ...о Боге. Нет, не о Боге. Поговори с Изенгардом о... ...вассалитете. Но я не хочу денег Изенгарда. Нафиг они мне не нужны. Денег мне пока что хватает. Мне лишь бы армии провести. Сейчас основное, это конечно перевод войск. Давайте, давайте. Создавайтесь, новые отряды. Вы мне тут как никогда актуальны. Кто пошел? Кто пошел? Сильные войска. Если осадят Торренбург, то боюсь, мы не справимся. Если они... Но правда у меня два хода есть. Мы получим за эти два хода два отряда. 8, 9, 8, 7, 6, 8. И все. Если мы успеем взять долг Гулдур. Или во всяком случае, если случится такая ситуация, что... Баллисты... Я бы кавалерию отправил вперед, но боюсь, не смогу. Так, может попробовать задержать. Поставим тут. И пройти не сможешь. Одного и второго здесь поставим. Дейл, только попробуй не помочь. Я тебе серьезно. Следующим будешь ты. Я не виноват. Если тебе станет плохо. Так, культуры здесь достаточно. Строим мастерскую кольчужника. 16, 12, 17. Три хода. Так, три хода до лесных стрелков. Ну и замечательно. Пополняем вот эту армию. Наверное, нам даже так много войск здесь не нужно. Так как опасности здесь нет. Вроде, кажется. Стэк отошел и направился... Ага, разбился. Там. То есть мы можем отправить часть войск. К примеру, самых-самых серьезных. Келли пару. Да? Можем же. А оттуда, флотом, мы доставим их сюда на помощь Арагорну. И так я решаю свою ситуацию здесь. 8000 у меня в казне. Ануминас растет. Кстати, давайте проверим скорость и темп роста. 19,786. То есть мне остается уже меньше тысячи. До заветной мечты. Своей. Заветная мечта у меня это возрождение Арнора. Ты что развернулся? Иди к Изенгарду. Все к Изенгарду. И рыщем в поисках кавалерии. Так, вот тут еще один отряд наняли. Решили раскошелиться. И тут топорщиков наняли. Тоже решили раскошелиться. Ох уж эти хоббиты. Творят непотребство. И кавалерия здесь. Кавалерию мы, кстати, можем отправить вот сюда. Она быстро достигнет своего места. И вот тут еще везде понанимать до подрядики. Давай. Потому что я не знаю, как там с Долгудуром. А после Долгудура мы пойдем дальше. Вот этих ребят наймем здесь. На рубежах. Посмотрим, кто здесь доступен. Да, нанимаем. И, наверное, Фрамсбург. Тоже два отряда. Может, даже три наймем. И, соответственно, два отряда отправим. И где-то, где-то, где-то я строил. Строил то, что необходимо для того, чтобы получить катапульты. Вот они. Мастерская Болист. Есть. Первая мастерская Болист. А вторая мастерская Болист. Где у нас? Я уже не помню. Тут она есть. Есть. Я же говорил, что у меня будет четыре таких поселения. Горная крепость. Кайр Андрос. Неужели Фрамсбург? Нет, не Фрамсбург. Карн Дум. Кайр Андрос. Тут крепости нет. Так, где же у меня Болисты должны были появиться? Появится то. Купеческая охрана тоже нанимаем. Пригодится. И можно отправить отсюда два отряда. Пехом вот сюда. Так, армии сюда придут. Давай. Все на войска. Я не в силах ждать. Надо нанимать. Может быть даже вот так вот, чтобы отправить на один отряд больше. Насчет Болист не помню. Сейчас тут Рохан немножко рассосется, побеждая Изенгард. Тут у них сколько? Три стека. Это не так уж и много. Пусть пока он еще своими силами это все дело снабжает. В центре своей империи нанимать что-либо смысла нету. Так, четвертый город я так и не нашел. Это надо смотреть предыдущие серии. А мне честно лень. Можно отправить еще вот этих вот ребят к Изенгарду. Так, чтобы точно гарантировать нам победу. Сидонна. Давай. Роди нам два отряда лучников. Давай копейщиков. Все, денег больше не осталось. Окей. А вот что действительно осталось на этом ходу сделать, это захватить Ватавю. Но это уже следующая серия. Поэтому я с вами прощаюсь, друзья. После этого видео, точнее в конце этого видео, вы увидите ссылки на четыре моих прохождения, которые я вам рекомендую посмотреть. Буду очень признателен, если вы сочтете их интересными и оставите свой отзыв в виде лайка или дизлайка, в зависимости от того, понравилось вам или нет. Ребята мне тут пишут и говорят, что вот я там выклянчиваю лайки, скатился и так далее. Друзья, не вижу в этом ничего зазорного. Я не так уж и много от вас прошу. А лайки. Ну что сказать, давайте рассмотрим эту ситуацию подробнее. Смотрите. Есть мой канал, да, есть мои прохождения. Есть вы мои зрители. С одной стороны, для того, чтобы мой канал процветал, чтобы я мог делать больше видео, чтобы я мог приобретать регулярно железо, чтобы улучшать качество этих видео, мне нужен нормальный, хороший, стабильный заработок. С другой стороны, есть вы те, кому нравятся мои прохождения. Иначе я не вижу смысла, зачем бы вы тут были и смотрели бы эти прохождения. То есть смысл, если тебе не нравится, поглощать какой-то продукт, заставлять что ли себя. И если вам хочется, чтобы мой канал процветал, а априори это должно быть так, раз вы смотрите мои прохождения и вам это нравится, то я не думаю, что это такой уж большой труд поставить лайк и помочь в продвижении. Потому что чем больше будет аудитория, тем больше, соответственно, будет мой заработок с канала, тем быстрее я смогу вкладывать деньги в покупку нового компьютера, в покупку микрофонов, в покупку дополнительных устройств, которые позволят сделать так, чтобы лагов было меньше, чтобы качество видео было больше и лучше, так как прогресс, он не стоит на месте. Не понимаю, почему я не должен просить свою аудиторию поддержать меня. В чем такая большая проблема услышать эту просьбу? Вам кажется, что ради вас должны совершать героические подвиги молча? Конечно, это не относится к большинству моей аудитории, которая, в общем-то, с благодарностью всегда относится к моим новым выпускам. Это относится к тем из вас, которые, ребят, сеют вот эти вот семена неблагодарности, знаете, такой вот взгляд, что вам все должны и все должны еще и плюс безвозмездно все делать. Не сеете семена неблагодарности, вам же это вернется в жизни. Точно такой же неблагодарностью обернется, когда на работе ваш труд просто будут ни во что считать. Или, к примеру, вы что-то сделаете и будете ожидать одной реакции, а не получите ее вообще. Это все же взаимно. Вы воспитываете своим вот таким вот беспринципным отношением, высокомерным, ханжеским, вы воспитываете других людей поступать с вами точно так же. Друзья, хотя вряд ли можно назвать таких людей друзьями, потому что относятся они, конечно же, не по-дружески к тому труду, который я делаю ради вас. Хорошо, в общем-то, воспитание, воспитательный урок проведен. Надеюсь, что большинство моей аудитории все-таки в душе благодарные люди, которым делать что-то в ответ на добро, сделанное для них, не является сверхсложным и каким-то затратным по времени. Потому что поставить лайк – это буквально секунды дела. И не вижу здесь вообще ничего плохого в том, чтобы я поощрял вас это делать. Потому что многие банально забывают. Вот посмотрели видео, им понравилось, не понравилось, они забывают поставить реакцию. А механика YouTube такая, что от этого зависит сколько еще людей, скольким еще людям будет доступен этот канал. А в общем-то, количество зрителей дает количество комментариев. Количество комментариев дает количество возможных тактик и подсказок. Вам же интересно, чтобы я вносил разнообразие? А ведь именно благодаря вам я очень многое узнал. И чем вас будет больше, тем у нас будет более живое общение, тем будет больше диалога в сериях. И тем больше причин будет мне продолжать и продолжать прохождение. Потому что, само собой, если прохождение перестает смотреть, то ничего не остается, кроме как его завершить. Так что, жапкинцы, те, для которых поддержка, это не просто слово из прошлого мира, да. Те, для которых ответить взаимностью, это не просто пережиток и атовизм. Я рассчитываю на вашу поддержку и рассчитываю на вашу взаимность. Спасибо вам, что вы у меня есть поддерживающие и взаимные с вас. Должны брать пример те, кто ведет себя эгоистично и неблагоразумно. Потому что такое поведение я не назову благоразумным. Вообще, в контексте человечества тем более. Мы, как вид, процветаем именно за счет взаимоподдержки. А не за счет того, что нам все давай, а мы взамен ничего. И кукиш вам. Удачи вам, хорошего настроения. До следующей серии. Потому что, следующая серия будет самой, самой такой вот интересной. Вот тут вот у нас будут происходить теперь бои. Самое серьезное сражение будет происходить на переправе подле Бург Эрмана Рикиса. И подле Кирит Унгола. А также возле Долгулдура. Обстановка накаляется. И к чему это приведет, увидите. Итак, реклама четырех прохождений сейчас будет. Выбирайте любое из них. Или, в общем-то, смотрите по очереди. Все эти прохождения я рекомендую вам для просмотра. Удачи вам!